Ну что, 7 логических ошибок верующих, а потом Адам. С вами бывший проповедник. Поговорим о логических ошибках, свойственных верующим. Эти промахи... Каким из верующих? Кому? ...допускают все люди, независимо от мировоззрения. Теисты, агностики или атеисты. Я не исключение. Но верующие часто используют их в качестве аргументов для подтверждения веры. Потому уместно рассмотреть ошибки в религиозном и сверхъестественном контексте. Первая ошибка. Бог пробелов. Если я не могу понять некое явление, то объясняю его происхождение сверхъестественным. А в чем ошибка? Давайте начнем с базы. В чем здесь заключается ошибка? Если я могу не понять природу чего-нибудь, я могу объяснять ее вообще всем, чем угодно, на самом деле. В чем проблема? Я даже более того скажу. Большинство научных теорий – это когда мы не понимаем природу чего-то, но имеем теоретические объяснения. Теории в целом, потому и теории. Ну да ладно. Примеры. В древности люди не могли знать, почему появляются молнии. И потому объясняли их происхождение участием богов – Зевцем, Тором, Индрой, Перуном и так далее. Да-да-да, Дмитрий. Когда большинство естественных явлений объяснила наука, Бог переполз в другие пробелы. В чем проблема? В чем ошибка? При том, что у христиан тезис слабый изначально, то есть они не говорят, что они знают, что Бог есть. Их цель – не доказать, что Бог есть. Их цель – доказать, что в Бога имеет смысл верить. Понимаете? То есть здесь сила тезиса разная. По сути, христианам достаточно доказать для самих себя, что Бог просто не опровергнут. То есть, да, все еще есть место для Бога. Вот так вот скажем. Для христианского желательно. Да, христианам желательно для христианского Бога. Все еще есть место для христианского Бога. Вот их основной тезис. И они с этим справляются? Вполне. То есть, может ли быть Бог вопрос? Может. Может быть, его и нет. Может быть, он есть. Больше того, христиан все равно гностики по этому вопросу. Но им важно просто доказать, что он потенциально может быть. Этого достаточно, чтобы поддерживать веру. Просто если мы будем достигать чего-то большего, окажется неожиданно, что на самом деле мы достигли не столько веры, сколько уже знания. Да, мы неожиданно с уровня веры перескочили на уровень знания. Что уже было бы плюс-минус, ну, конечно, круто, интересно. Но, наверное, даже отчасти чрезмерно. Большинство христиан не так помешаны на доказательствах, да, и на знания как таковом, чтобы видеть в этом какую-то ценность большую. Им достаточно веры. И такой подход вполне справляется, почему бы и нет. Мы знаем, что у нашей Вселенной есть начало, но не знаем, что стало причиной возникновения. И тут на помощь приходит Бог пробелов. Вселенную создал Творец. Вижу человека, чьё поведение странное. В него вселю себе бес. Вижу сияние в небе. Это пришельцы из космоса. Что не так с аргументами? Во-первых, это... Да, что же не так? Это форма интеллектуальной лени, которую... Нет, христианство просто изначально таким образом построено, что в нём имеет место, так скажем, религиозный агностицизм. Откуда мы знаем, что у Вселенной было начало, но он имеет в виду большой взрыв. Вот. Так вот. Так вот. Здесь из главного важно подчеркнуть, что это не форма интеллектуальной лени, это вполне достаточное средство защиты для выдвигаемого тезиса, на самом деле. То есть, большинство христиан не имеют цели прям доказать вам, что Бог есть. Они имеют цель доказать вам, что Бог может быть, и поэтому актуально верить в Него. Да, не верить, а знать. Деление на веру и знание – христианское деление. И это его потом уже подрезали всякие просвещенцы и прочие ублюдки, которые начали его использовать в противоположном аспекте. Ага, то есть, вообще, изначально христиане, веру или знаю, да, вот, соответственно, выбирали, что, как, где, что можно доказать, что нельзя доказать, во что только верить можно и так далее. Ещё и нагло выдается за достоинство. Зачем пытаться тщательно изучать неизведанные, если уже есть как бы готовый ответ? Это никак не следует из аргумента. Во-вторых, это попытка незнания и невежества выдать за наличие некого знания. Нет, проблема заключается в том, что христиане как раз первые постулировали, ну, первые и не первые, но были одними из тех, кто постулировали активно разницу между верой и знанием. И большинство христиан, даже среди философов, даже среди теологов, они отстаивали позицию веры. Позиция знания, ну, она присутствовала у разных мыслителей, но, на мой взгляд, лично, да, по моему обзору христианской философии и прочему такому, она не является основной. То есть, нет, есть то, что можно знать, а есть то, что знать нельзя, соответственно, есть то, во что можно только верить. И христианская модель, она вот прямо вот на этом построена. У них это вот прямо вот в этом учении прописано, вот, в большинстве случаев. То есть, вы это можете прочитать в нормальных христианских текстах, намного что-то увидеть. Христианскую философию, если будете изучать, считать, тоже это обнаружите. Всё это чётко прописано. Правильный подход. Уметь признавать, что ты чего-то не знаешь, но пытаешься узнать. Ну так, христианская вера – это и есть отсутствие знания, по сути. Ну, как? Мы не можем верить в то, что мы знаем, по определению. Понимаете, в чём дело? И христиане это вполне учитывают. И вполне это признают чаще всего. То есть, они чаще всего агностики. То есть, знаю-не знаю – это скорее черта, как таковой, гносиологии, да, уже. Наличие знания, его отсутствие. Но вера, ну как, не совсем гносиологическая категория уж точно. И в этом плане, ну, происходит разделение, христиане его чётко осознают. Особенно грамотные, в общем-то, высококвалифицированные теологи какие-нибудь, они его осознают, и это нормально. Почему бы и нет? Знать. Вот есть пока непонятные явления. Строим гипотезы, основанные на предположениях. При первой возможности и наличии ресурсов, мы проверим имеющиеся гипотезы... Чел, гипотезы и теории, они не проверяются, они опровергаются. Ты не знаешь, как работает наука. Ты умственен, неполноценный дебил. Сорян, да? То есть, ты не только сейчас христиан обвиняешь в том, в чём они не заслуживают обвинения. С одной стороны, христиане во многом заслуживают обвинения, да? Как сообщество, как отдельные христианские тоже, в общем-то, направления, да? У каждого христианского направления есть твои грехи, и как у сообщества, и с точки зрения составления их учения. Но это не является конкретно проблемой. То, что автор сейчас перечислил. Да, те вещи, которые автор перечислил, они давно учтены самими христианами. И при этом автор, который опирается при этом на науку, нихуя не знает, как работает наука. Прям вот сразу. Прям, блядь, гипотеза, блядь, берём при первой же возможности берём и проверяем, нахуй, блядь, проверяем. Вот, блядь, как изи, так и работает. Ебанутый дебил, блядь, который не знает, как индукция работает же. Ну, серьёзно, вот задумайтесь. Вот серьёзно задумайтесь над этой хуйней. Как вы можете проверить научную теорию? Вот просто подумайте, блядь. Вот у вас теория. Буквально заключается в том. Буквально, блядь, заключается в том, что всё нахуй в мире. Всё нахуй в мире, ну как минимум. Работает по одной и той же, по ним и тем же законам. Да, вот мы выдвинули закон. Закон ебли твоей мамаши, допустим. Моя новая гипотеза, дефис, теория, да, закон ебли твоей мамаши. На какой бы там, не знаю, галактике не оказалось существо подобное твоей мамаши, её везде будут ебать. Вот. Но это не теория, конечно. Но при этом мы не можем её проверить. Да, даже вот, ну просто это не научная ещё теория, но что-то подобное на неё. Да, какой-то закон. Блин, где бы твоя мамаша ни оказалась, её везде будут ебать. Как её проверить? Как эту теорию проверить? Никак. Никак, блядь. Никак нахуй. Ну мы можем поместить твою мамашу в одно место. Её там выебали. Окей. Это не проверка. Это просто не противоречит нашей теории пока что. Поместили в другое место. Её там опять выебали. Но, блин, это опять не проверка. Мы опять не можем сказать, наша теория истина. Потому что это всё индукция, да. Мы такие, ну ладно, переходим на третью. Планету там, например, ой, блядь, и на третьей планете выебали. Ну уже можно поувереннее говорить о том, что мы приближаемся к тому, что действительно его мать, везде ебут почему-то странная ситуация. Реально может закон, да. Но мы продолжаем исследовать и так до бесконечности. Научная теория принципиально не может быть доказана, потому что она захватывает такое необъятное количество явлений. Даже когда речь идёт о биологии. Даже когда речь идёт о теории эволюции. Такое необъятное количество явлений. Которое всегда составляет неполную индукцию. Ну то есть, даже если мы могли бы сейчас изучить всех живых существ, которые когда-либо существовали, это не отменяет того факта, что могло бы существовать бесконечное множество других существ, например. То есть, мы как всегда, мы не только здесь ограничены непосредственно с актуальностью в научной теории и возможностью тоже. Потому что научная теория, то есть, закон, 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 по которому работает мир, по сути, да, или группы разных законов, они на возможное тоже работают. То есть, ни в актуальности, ни в возможности законы разъёбаны быть не могут, да, соответственно. А если могут, то это не законы, понимаете, да, по определению. Ну и в таком случае мы оказываемся в довольно неудобной ситуации, когда реально ни одну фундаментальную научную теорию, ну и тем более гипотезу, просто невозможно доказать. Потому что для доказательства, в кавычках, что мы делаем? Индукцию пытаемся применять, вот такой пример, такой пример, такой пример, а это можно делать до бесконечности. Причём не просто до бесконечности актуальной, до бесконечности возможной, что, в принципе, как бы отнимает у нас любые возможности к доказательству через индукцию. Дедуктивный способ в данном случае заключается в фальсифицируемости, опровержении. То есть, это не доказательство, да, то есть, мы берём, мы берём, дедуктивно действуем, но уже наоборот, мы работаем совершенно иначе в данном случае. Мы имеем теорию. У нас есть определённое количество фактов, которым эта теория не противоречит. Ну, например, у нас целый огромный живой мир, у нас, например, есть куча окаменелости, у нас есть, например, определённые результаты работы, не знаю, в общем-то, генетиков, про ДНК, и мы, короче, составляем такую теорию, которая не противоречит нашим данным. То, что она не противоречит этим данным, не значит, что она доказана. Это, во-первых, да, это просто значит, что она не противоречит. У нас количество таких же не противоречащих данным теорий может быть бесконечное множество, также параллельно. Интересная такая забавная ситуация, да, но мы выбрали самую простую из них, желательно, наиболее простую из всех теорий, ну, или, по крайней мере, одну из претендующих на такую простоту, которая описывает все факты и может считаться, так скажем, рабочей. Ну, и, соответственно, мы начинаем её фальсифицировать, пока мы её не разъебём. Если мы её не разъёбываем, всё хорошо. Если мы её разъебали, ну, пока теория, берём новую, такую же простую, ставим её на место старой, и вот у нас получается вот такая вот схема. И никогда ни одна теория не будет доказана, по крайней мере, при таком подходе, потому что это подход такой. Вот так вот он работает, вот так вот работает, соответственно, этот подход. Вот, вот он, вот такой вот интересный, да, ну, ладно. ...за всех сторон, узнавая всё больше и больше, пока не доберёмся до сути. Так работает научный метод. Ну, я полагаю, у человека не было предмета философии и науки в университете, если он вообще учился в университете. Возможно, у него вообще не было никаких предметов, в принципе. Возможно, это вообще какой-нибудь дворник или кто-нибудь ещё. Но, это не тот Джон Доэ, это другой Джон Доэ. Это не настоящий Джон Доэ Маркус, это другой. Мы заменили старого Джон Доэ на нового, это новая версия. Неправильно использовать сверхъестественное как затычку для неполноты знаний. Почему? Я более того скажу, в любой теории огромное количество затычек для неполноты, так скажем, нашего опыта. Наш опыт всегда неполный. Всегда! Абсолютно всегда. Он всегда неполный. Ну, вот катафалка. Математика, она не наука, она не имеет отношения к реальному миру, понимаете, в чём дело? Там по тому дедукцией работает, что мы можем, типа, знаете, сделать это. Ой, а я придумал аксиому, а давайте все вместе делать вид, что она работает. А давайте, а что из этого получится? То есть мы работаем с воображаемыми объектами, в рамках которых мы можем задавать, ну, вообще, любые аксиомы. Какие нам захочется. И, в общем-то, получать какие-то результаты, доказывать что-то, опровергать и так далее, так далее, по определённым строгим формальным правилам. А как это же делать в реальности? Ну, вообще, как бы, ну, непрозрачно. И что вообще? Именно такой процесс познания должен быть в реальности тоже не вполне прозрачный, на самом деле. Так что, катафалк, здесь у нас ситуация тоже, да, довольно неоднозначная с математикой. Так. Вторая ошибка связана с бременем доказательства. О-о-о. То есть, стоп, да? Да, бремя доказательства должен нести не тот, кто говорит, что он верит, оказывается, да, тот, кто говорит, что он знает, наверное. Я хрен знает. Или ещё с негативным доказательством. Вы утверждаете, что Бог или сверхъестественное существует? Оппонент возражает вам? Ну, я опять же замечу, что у христиан здесь не утверждение с точки зрения гносиологии, они скорее, опять же, поддерживают позицию существования Бога с некоторым таким агностицизмом, о том, что это вообще можно доказать. То есть, важно заметить, что конкретно христиане, ну, мы сейчас рассматриваем христиан, понятное дело, что он имеет в виду христиан, просто не понимает, как христианство работает. Так вот, христиане, это понятное дело, многие из них просто агностики. Я бы даже сказал, возможно, большинство христиан агностики. То есть, они верующие, дефис агностики, они верят в то, что Бог есть, но они не знают, есть ли он или нет, потому что они не смогли придумать методологию, как его подтвердить. Большинство из христиан, по крайней мере. То есть, такое апофатическое богословие им вполне подходит, вполне нравится. Многим христианам, по крайней мере, особенно высокоинтеллектуальным христианам, вполне нормально это всё заходит. И ввиду этого, ну, а на ком лежит бремя доказательства? То есть, у человека буквально позиция. Бог, я верю в то, что Бог есть, и лучше бы ему быть, да, я надеюсь, что он есть. Но при этом я не вижу никакой возможности его доказать или опровергнуть. Я считаю, что Бог недоказуем и неопровержим. Какие доказательства и опровержения должен этот человек вам предъявлять? По-моему, единственное доказательство, которое он должен предъявить, это доказательство недоказуемости Бога. Потому что вот его тезис. Его основной тезис заключается в недоказуемости, скорее. То есть, требовать доказательства человека, который верит, но который при этом ещё и уверен в том, что это какая-то позиция недоказуема, да, но это, по-моему, нелепо. Нет, если не доказано отсутствие Бога, это значит, что в него вполне адекватно верить. Допустимая, одна из допустимых функций, по сути. Нет, с другой стороны, я как скептик могу сказать, если что-то не доказано, в этом можно сомневаться. То есть, да, если нету абсолютных бесспорных доказательств, в принципе, сомнение адекватная стратегия. Но и вера тоже, в целом, одна из возможных стратегий. Я бы, например, сказал, что скептическая стратегия здесь лучше стратегии веры, да, вот, ну, на мой вкус в данном случае. Но это я тоже доказать не смогу и не буду даже этого пробовать делать. Просто по моему ощущению, по моему жизненному опыту, мне вот так вот видится, да, что... Равных, при наличии доказательства и отсутствия чего-либо там, да, верить или не верить, то есть, сомневаться, ну, или отрицать. Еще третий есть пункт, да, отрицать, верить и, соответственно, сомневаться. Самая лучшая из трех стратегий – это сомнения, на мой взгляд. Ну, потому что, если что, если вдруг что-то будет доказано, нам потом будет проще принять этот доказанный вывод. Вдруг нам, опа, такие скажут, 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 вот, доказали, смотрите, вот доказательство, вы такой... Ммм, вообще и правда вроде бы доказали, да, давайте еще посмотрим, полистаем, да. То есть, скептицизмом, как бы, поддерживать, с одной стороны, сдержанность с точки зрения принятия тех или иных тезисов, а с другой стороны, он может позволить вам более просто принять уже имеющиеся доказательства, если они действительно имеют место. А с другой стороны, вера же, она может быть крайне рациональна в этом плане и может заставить человека, ну, не принимать никакие доказательства, к сожалению. Но это уже такая психологическая определенная черта, с которой люди играют. То есть, мне кажется, человек, который верит, он психологически более уязвим, чем человек, который сомневается. Но, в любом случае, и та, и другая стратегия, вот, в данном, при данной позиции являются допустимыми. Просто допустимыми. Я не вижу, ну, я не вижу проблемы позиции веры от слова в данном случае совсем. То есть, автор, к сожалению, видео совершенно не понимает, как устроена религия, по крайней мере, христианская. И это печалит. Что не так с аргументами? Во-первых, бремя доказательства лежит не на том, кто отвергает утверждение, а на том, кто его выдвигает. Ну, отвергать утверждение – это тоже делать утверждение, на самом деле. То есть, если говорить «Бога нет», «Бога нет», то есть, вы отвергаете «Бога нет», да? То есть, вы делаете утверждение. То есть, вообще-то, вы, посмотрите, позиция вообще, как на самом деле это устроено. Есть люди, которые верят в «Бога», например, да, есть люди, которые верят в «Бога». И вдруг приходят атеисты и такие кричат «Бога нет, сука! Я не должен ничего тебе, сука, доказывать! Нахуй, нет! Я не буду доказывать ничего! На мне не лежит бремя доказательства!» Вот как-то вот так это выглядит, а человек просто верит. Это, знаете, как вы такой «Ну, я верю, что, я не знаю, скоро в мире наступит мир во всем мире, и все будут счастливы, и все будут рады». Вот, например, «Я верю! Я не знаю, что так будет, но я верю!» И вдруг вам приходит какой-то долбоеб и начинает кричать «Не будет, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет!» Ну и в среднем вот такой вот спор ведется, и он странный. Потому что вера, ну, там в том числе и актен надежды имеет. Спасибо, Пикантус! Ну, то есть, действительно парадоксальная хуйня. А если бы они поняли, как устроено утверждение верующих, христиан конкретно, ну, могла бы получиться более интересная дискуссия. Более глубокая, что ли. Вот как-то так. Притом, замечу, я не верующий. В данном случае. Ни в каком. Если вы говорите о существовании Бога, то вы и должны доказывать, а не перекладывать ответственность... Они обычно агностики, чувак. Я, сейчас, я, кстати, могу подопонять. Понять сейчас еще одну вещь. Скорее всего, данный человек, он не понимает, что можно быть атеистом-дефис-агностиком и атеистом-дефис-гностиком. Также он не понимает, что можно быть верующим-дефис-агностиком и верующим-дефис-агностиком. Вот. Да? Понимаете эту фишку? То есть, для человека, скорее всего, существуют три раздельные страты. Там, верующие, атеисты и агностики. Хотя, на самом деле, он, наверное, и этого понять бы не смог. Но почему? То есть, смотрите, есть люди, которые верят, что Бог есть. То есть, у них есть убеждение, что существует Бог, ну... Им бы хотелось. Им бы хотелось, что Бог существует. Как минимум, был бы, да? Вера. Вера подразумевает некую надежду на то, что Бог есть. Но многие из них, они не верят, что его можно доказать. Точно так же и с атеистами. Можно быть плюс-минус уверенным или хотя бы склоняться к тому, что Бога нет, и при этом быть агностиком. То есть, да, я вот человек, который думает, что Бога нет, но при этом у меня нет доказательств в пользу моего данного утверждения. Как-то так. И я не знаю, можно ли их найти, скорее, склоняюсь к тому, что нельзя, например, да? Вот я атеист, агностик буду в таком случае. Атеист-гностик – это человек, который приходит и говорит, «Я доказал, что Бога нет». Ну и верующий, соответственно, верующий-гностик – это тот человек, который говорит, что «Я доказал, что Бог есть». Ну вот мы и должны с этими суждениями работать. С конкретными позициями. Не просто упрекать оппонентов какой-то хуйне, а, ну, например, разбирать то, что они говорят. И это самое важное, на самом деле. За свои слова на оппонента. Во-вторых, нелепость аргумента хорошо демонстрируется доведением до абсурда. Не, просто здесь действительно неправ. Опять неправ этот атеистик. Опять он неправ. Ну как же так-то? Невидимый розовый единорог существует. Не веришь – а докажи, что не существует. Нет доказательств – значит, существует. Не, ну если у тебя нет доказательств того, что невидимый розовый единорог существует, это, в принципе, означает, что верить в возможность его существования – одна из возможных стратегий. Why not? Правильный подход заключается в предоставлении фактов. Экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. Да-да-да, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А предоставь мне факты того, что эволюция существует. Ну, то, что она протекала на протяжении миллиардов лет. Причем именно докажи. Мы уже обсудили, что это невозможно доказать. Да, мы уже это обсудили. А ты возьми и докажи. Факты, логика, там, все у тебя есть. Ты не просто должен перечислять индуктивные какие-то свои шизофазические, там, вот эти вот идеи, а именно взять четко, логически, доказать, что теория эволюции, ну, вот она описывает реально вот все, что в мире с жизнью происходило. Сможешь это сделать? Ну, прям доказать. Вот прям вот взять и доказать. Да не сможешь. Никто не сможет. В этом проблема тоже. И, к сожалению, вот эти вот глупенькие научные атеистики, они не понимают, как работает философия науки. И в этом заключается основной парадокс. Да, то есть, люди очень плохо знакомы с тем, как, собственно, устроено познание. Редкий гост пишет. Не, ну, у эволюции больше индуктивных подтверждений, чем у религии. А мы считаем индуктивными подтверждениями религиозный опыт разных людей, Редкий гост. Если да, а многие стеологов, стеистов так считают, ну, про количество я бы поспорил на самом деле. Потому что чисто формально людей, которые работают над развитием, в общем-то, биологии, их ограниченное количество. Я абсолютный скептик, не Илья Корнилов. Я абсолютный скептик, если что. Так вот, вернемся, вернемся, да? То есть, их довольно ограниченное количество. А вот верующих людей, ну, их, наверное, несравненно больше, чем самих людей, занимающихся развитием биологии в целом. А что с личным опытом? А личный опыт можно с помощью религиозной феноменологии изучать сверху еще. Можно делать опросы, можно еще что-то делать. То есть, у огромного количества людей есть такой опыт, они им делятся. Ну, это не вполне эмпирический опыт, я соглашусь, но вполне его можно рассматривать как одно из разновидностей индуктивного опыта. И вполне так количественно наберется очень много контента. Если пособирать по сусекам, поспрашивать людей, поискать что-нибудь, да, действительно наберется слишком много личного опыта, слишком много материалов. И можно даже будет на очень похожих основаниях, по тем же самым логическим структурам делать какие-нибудь выводы далеко идущие. Вполне себе так допустимо создать строгую религиозную науку, базирующуюся на личном опыте огромного количества людей. Так а можно вдруг сажать у эволюции вещественные объективные доказательства, у религии субъективные? Ну, нет, у эволюции вообще нет доказательств. Я еще раз подчеркну, RedKGhost, вообще нет доказательств. Не может у теории быть доказательств. Я еще раз подчеркну, три раза подчеркну. Люди, которые видят в окаменелости доказательства эволюции, это люди, которые не понимают, как работает доказательство. Это люди, для которых, там, не знаю, 3, 4, 5, 6, 9 тысячи, миллион, миллиард увиденных белых лебедей, это доказательство того, что все лебеди белые, буквально. То есть, это люди, недалекие умом в среднем. На более высоком уровне мы как бы уже смотрим и понимаем, что индуктивное доказательство при неполной индукции никогда не может быть доказательством. То есть, оно не работает как доказательство. Оно нам ничего не доказывает, по большей части. И в этом плане, ну, типа, да, у нас куча опыта есть, у нас есть куча материалов собранных, но проблема заключается в том, что из них, по сути, мало что следует. Кроме того опыта, который мы видим. Это не подтверждение, это не противоречие. Это то, что не противоречит теорию эволюции. Понимаете, в чем даже дело, редкий Гост? Эти вещи не подтверждают теорию эволюции. Они ей не противоречат. Это все. Это, ну, вот. Знаете, еще почему скелеты не противоречат? Богу. Знаете, кому еще скелеты не противоречат? Инопланетянам, которые принесли эти скелеты из космоса. Знаете, чему не противоречат эти скелеты? Стимуляция. Знаете, чему еще эти скелеты не противоречат? Всему, чему угодно вообще они не противоречат. Ну, теория эволюции просто одна из простейших объяснительных моделей, которая, ну, хорошо проработана, она при этом все равно достаточно сложная, но она при всем своем, в общем, при всей своей компактности, соответственно, да, она может описывать такое большое количество явлений, описывать и не противоречить такому большому количеству явлений, ну вот она просто норм. Она просто норм, редкий гос. Да, это хорошая научная теория, которая выдерживает фальсифицируемость уже, фальсификацию много-много раз, и она в целом норм. Но при этом, с точки зрения того, что ее можно или нельзя доказать, ну, блин, нельзя. К сожалению, научные теории касаются такого объема информации и такого уровня абстракции, что их просто доказывать даже, наверное, ну, в принципе, просто нелепо. Все-таки это более сильные, главное, объективно существующие аргументы, чем личный опыт. Радкий гос, я вам еще раз скажу вот такую вещь. Чему не противоречат окаменелости? Окаменелости не противоречат существованию Бога, да, так же, как они не противоречат эволюции, так же, как они не противоречат, там, я не знаю, существованию всего чего угодно. Теперь давайте так, редкий гос, смотрите. Вы почему-то по какому-то критерию еще берете и делите отдельно, вот у нас есть, собственно, личный опыт верующих, а с другой стороны, объективные факты, которые добывает наука. Проблема заключается в том, что многие научные, ну, научно-многие религиозные позиции, они, в принципе, не противоречат всем фактам, которые добывает наука, ну, или большей части из них. Особенно, если мы имеем дело именно с конкретными феноменами, фактами, без научных трактовок, а именно вот просто сами по себе какие-то феномены видим. То есть, да, эти мы убираем из науки все теории, все мысли, все идеи вот эти вот, которые могут все испортить, да, и которые могут войти в противоречие с религией, например. Если мы все это убираем, вот сама вот эта вот масса фактов, которые имеются, она мало чему противоречит. Ну, и, соответственно, надо здесь приплюсовывать. Вы почему-то вычитаете и разделяете, вот наука, вот, вот, короче, научные факты, а вот не научные факты, да, там, например, личный опыт, не научный факт. Типа, и вот они раздельно идут, а на самом деле они вместе идут. То есть, и все научные факты не противоречат существованию Бога. И одновременно с этим... А чем Джон Дой противоречит Библию? Чем противоречит? То есть, стоп, в Библии где-то написано, что Бог не оставлял окаменелости под землей. Где-то это написано? По-моему, нигде это не написано. Эволюция противоречит Библии. Эволюция противоречит Библии, Джон Дой. Да, эволюция противоречит Библии. А вот наличие окаменелости не противоречит. Так, редкий год, давайте так, смотрите. У теории эволюции, у существования Бога одинаковый уровень убедительности, потому что они не доказаны... Обе не доказаны в равной степени. Все. Причем, вот обе абсолютно не доказаны. Конец. Закончено. Ноль убедительности, поэтому мы абсолютные скептики. Финиш. Ну, я абсолютный скептик. Не знаю, как вы. Здесь убедительность вся формируется исключительно на авторитете ученых, авторитете научного сообщества, на авторитете, который был завоеван, на мой взгляд, нечестным путем, на обретение монополии на познание, на том, что, в общем-то, людей обучают в научных институтах, заставляют их, соответственно, зубрить всякую хуйню научную конкретно. На этом и формируется убедительность научных теорий, соответственно. Если бы вас учили чему-то другому, у вас, в общем-то, уровень убедительности был бы направлен в другую сторону. Если бы, не знаю, все школьное ваше образование проходило под эгидой чего-нибудь другого, ну, вот, конец. Вам бы уже то, что говорит наука, не казалось бы таким убедительным. Тут может всплыть третья ошибка. Бог и сверхъестественные вне науки. Их... А в чем здесь ошибка, это позиция. Почему автор называет позиции ошибками заведомо, это раз. Во-вторых, ну, у меня другая позиция, на мой взгляд, моя позиция... Вот. Рыдкий гос, вы не понимаете, о чем я говорю, ну, ладно, поехали дальше. Я вам все достаточно подробно и понятно описал. Ну, да ладно, можете переслушать, если хотите. Это за пределами эмпирической области. Нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Что не так с аргументом? Во-первых, давайте задавать уточняющие вопросы. Если речь о Боге, то какого конкретно вы имеете в виду? Христианского или... Ну, здесь я согласен, что большинство людей, когда... Еще какого? Адам, бал сейчас получишь. Просто по священным книгам некоторые боги активно вмешивались в человеческую историю и должны были оставить явные следы. Мы можем взять научную картину мира, построенную на открытиях из биологии, геологии, астрономии, физики, археологии и прочего, а потом сопоставить их с описаниями божественной истории в какой-либо священной книге. Если расхождение критическое, то у конкретного бога проблемы. Почему же? Почему проблема? Почему у конкретного бога проблемы? Вопрос. Аллах абсолютно всемогущий. Аллах каждую секунду создает мир. Может быть, это у ученых проблемы в данном случае? Сколько логических ошибок видео уже насчитал? Ну, из логических вообще ни одной. Просто автор объявляет ошибками какие-то убеждения каких-то людей. Вот. Кроме того, многие боги по представлению верующих продолжают совершать чудеса. То есть вмешиваться в естественный ход. Да, если боги продолжают вмешиваться в естественный ход вещей, это значит, что вся ваша наука сосёт хуй. Простите меня, да. Простите, товарищи атеисты и учёные, если в чьей-то системе убеждений, ну, собственно, имеется вот такое божество создания или сущность, которая может вмешиваться в естественный ход вещей и вмешивается регулярно в него. Ну, это просто подрывает наше доверие к науке, как таковой. То есть вообще, в принципе, я удивляюсь, что большинство представителей религиозных с разных течений пытаются, наоборот, под науку подкапывать и косить. Потому что у них есть достаточно мощные убеждения, которые этой науке, ну, они её просто разъёбывают. Они не дают науке состояться, как таковой. Написано что-то там про динозавров или не написано, это с одной стороны. А с другой стороны вопрос, а в Библии всё вообще описано? Всё, что происходило в мире с точки зрения христиан или не всё? Мне тут, опять же, кажется, что далеко не всё, потому что, ну, на описание, собственно, сеттинга в Библии тратится очень небольшое количество времени. Понимаете, Джон Дой, и там это описано довольно посредственно. Ну, довольно-довольно слабо, так скажем. То есть там лор в основном такой, знаете, ну, это даже не Селитильмарион, так скажем. Там очень-очень-очень-очень мало, соответственно, описано насчёт самого мира. И ввиду этого, ну, мы можем с уверенностью сказать, что, ну, наверное, если вдруг, да, Бог, он есть, и этот Бог, он христианский, А, наверное, то, что написано в Библии, ну, там просто было не так уж и много информации. А, ну, Селитильмарион, да, поприкольнее в плане лора, вот я о том же. В христианстве лор прописан похуже будет, там больше какой-то акцент на какие-то событийные уже вещи, то есть, да, там наратив уже идёт. Там лорная составляющая, она немножко проседает, она вначале упоминается, немножко прорабатывается, но, эх, мэх, короче, не очень, не очень сильно. Но при этом всём, опять же, вы говорите про динозавров каких-то, а вы уверены, что они вообще были? Вы их видели, вы их трогали? Я вот не видел, не трогал этих динозавров никогда в жизни. Ну, и никто из живших сейчас учёных тоже этого не делал. У нас из имеющегося факта это только набор каких-то разных окаменелостей и прочих разных феноменов, которые мы можем наблюдать. То есть, феномены, как говорится, не мы, из феноменов ничего не следует, но есть некоторые теории, например, теория эволюции, которая, типа, пытается всё, все эти факты объяснить. То, что эта теория совпадает с действительностью, возможно, но, может быть, и нет, соответственно. Доказательств не будет, соответственно. Нет, меня, в смысле, доказательств не будет, от создателей этих теорий доказательств не будет. Они просто будут собирать всё больше и больше фактов и говорить, смотрите, и это не противоречит, и это не противоречит, и это не противоречит. Да мало ли что не противоречит вашей теории. Ну, это не есть доказательство. И, к сожалению, всякий человек, который думает, что набор индуктивных фактов может привести к доказательству той или иной теории, он просто не прав. Хотелось бы. Хотелось бы, чтобы был прав. Нет. Проблема в этом и заключается, что из феноменов не следует вообще буквально ничего. Потому что феномены это в том числе и ваше сновидение, это и ваши галлюцинации, это и ваше вообще всё, что угодно. Всё, с чем вы сталкиваетесь, это феномены. Соответственно, да. И того, что это действительно существует в реальности, нет. Ну, то есть, феномен никогда не претендует на то, что он... Ну, ладно, нет. Феномен может претендовать в нашем мышлении на то, что он существует в реальности. И даже очень часто претендует. Но если мы берём чистую феноменологию, этой претензии просто быть не может в данном случае. Да, мы когда исследуем феномены, мы находимся на том уровне, когда мы ещё не задаёмся вопросом о реальности. Ну, или когда мы можем интересоваться конкретно переходом вопроса с феноменом в реальность. Можешь заниматься таким образом в феноменологии, но это будет как раз проблемный вопрос. Неразрешённый. ...природу по-своему усмотрению. Владислав, это можно хайлайт. Так. ...последствующее. И здесь Бог заходит на территорию науки, так как чудеса можно фиксировать и изучать. А что вероятнее Джандайо? Что именно конкретно вероятнее? Смотрите, берём, короче, любую сущность. Бах, злокозненный демон Декарта. Злокозненный демон Декарта решил наебать людей, допустим. Зачем? Ну, зачем, зачем? Не знаю. Чтобы отвратить их от Господа Бога нашего Иисуса Христа, например. Ну, допустим, я не знаю, какая у него цель может быть. И он такой берёт. У нас не было никакой эволюции до этого. Там мир существует 6 тысяч лет существует. Он такой хуяк помещает под землю в определённые... Он слои создаёт там под землю. Он же злокозненный демон, он очень мощный. Создаёт слои, да, соответственно, определённые. Да, там, одни их делает более старыми, другие менее старыми. И помещает туда в определённом порядке, в определённом порядке окаменелости. На некоторых, может, ДНК оставляет. Ну, вот вам, соответственно, теория, в которой... Ну, вот вам представление, которое тоже не противоречит всем имеющимся фактам. Но при этом всём, ну, соответственно, вам оно кажется, видимо, менее вероятным. Я, правда, не понимаю, почему. Потому что, ну... Мы ни того, ни другого не видели. Мы не можем быть уверены ни в этом, ни в другом, ни в третьем, ни в миллиарде других концепций. ЗВСФ в суде, жалко, такое не канает. Почему? Бритва Окамо хуйня полная, редкий гост для быдла и хуесосов. Это просто эстетический принцип выбора теории. Понимаете, в чём дело? Бритва Окамо нам нихуя не доказывает от слова совсем. То есть, когда речь идёт о... Я более того скажу, Джон Дойев. В суде вы бы не хотели столкнуться с тем, что вас будут судить по вероятности. Ну, то есть, например, смотрите. Вы попадаете в суд. Кто-то убил вашу жену. Вы с женой за день до этого поссорились. Других доказательств никаких нет. И все такие, ну, по вероятности, наверное, жену убил Джон Дойев, блядь. Вот приблизительно так и работает наука. Вот буквально она так и работает. Да, вот у нас есть предположение. Правда, это не теория, а предположение. А, в суде жалко, злодием и Декарта же? Что? Где? Когда? Я не понял, вы не раскрыли тогда предложение, мне кажется. Но в любом случае, я здесь замечу, вы бы не хотели, чтобы в суде судили прям по вероятности. То, что вот прям вот как вот в науке. О, 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 вот у нас все факты вот берутся, совпадают. И самый простой способ, это ты ее убил, например. Да, сам простой способ решения. А ты такой, я ее не убивал. А нам похуй. Доказательства нет, да, значит мы тебя сажаем, получается. Или как-то так. Ну, к счастью, вот как-то оно вот так не должно работать в итоге. То есть, вас в идеале должны сажать только после полнейшего доказательства вашей вины, вашего абсолютного признания. Потом полного вашего подтверждения того, что вы сделали с полным описанием того, как вы это делали. Проверка там на противоречие, не противоречие со следственными всякими экспериментами, хуентами. Все вот это вот должно произойти. И только потом вас должны сажать. Так, Джон Дойа, когда речь касается, соответственно, отпечатков и ДНК, когда речь идет о суде, это событие, там, не знаю, двух-трех месяцев, там, года, может быть. Может, двух-трех лет. Может, десяти лет максимум, там, двадцати, может, лет. А когда речь касается миллиардов лет, ну, это уже шуе, короче. Ну, доверять такому. То же самое с другими концепциями сверхъестественного, будь то разновидности астрологии, духовных практик или магии. С помощью научного метода перечисленные действительно пытались проверить в корректных экспериментах. Тогда на поверх оказывалось, что мы имеем дело с заблуждениями или шарлатанством. Примеров хватает. Так что нет, бог со сверхъестественным часто пытался забраться на территорию науки. Но тут ему жилось недолго и некомфортно. Ну, классическая наука... Как недолго и некомфортно? Классическая наука до 20 века нормально так себе комфортно жила. Там много верующих было, ученых. Ну, да ладно. В белых пятнах выжить полегче. Четвертая ошибка. Апелляции к личному опыту. Пример. Я был свидетелем сверхъестественного явления... Ну, в случае с наукой мы имеем в виду апелляцию к личному опыту конкретных ученых. Некоторых. То есть, вот личный опыт этого ученого, этого ученого, этого ученого. Тех, кто проверял тот или иной факт. В 99% случаев мы не можем убедиться во всей информации, которую ученые нам предоставляют. И даже ученые не могут убедиться в той информации, которую другие ученые им предоставляют. То есть, мы почти всегда опираемся на личный опыт некоторых групп ученых. В лучшем случае, нескольких групп, которые взаимно друг друга проверяли. В худшем случае, одной группы, которая вообще могла нихуя не проверять. Отсюда нарастает, кстати, большая проблема, связанная с, собственно, непроверяемостью в науке. Да, и вообще с подделанными многими, собственно, статьями в рецензируемых журналах. Так что, тут тоже такое. Как относится к премии Гарри Гудини? Ну, нормальное такое развлечение. Я же, с другой стороны, я же не сторонник магии. Понимаете, просто крестик. Ну, вот есть... Не знаю, идеологически заряженные персонажи. Такие вот атеистики, которые, соответственно, берут и делают какие-то проверочки. Проверочки в области практики. Проверочки в области практики можно проверить. То есть, собственно, мы можем узнать, с какой вероятностью кто-то что-то предсказывает. Например, если он говорит, что он предсказывает, я предсказываюсь с стопроцентной вероятностью. Я бабка-гадалка в 10-м поколении, в общем, ебу такие предсказания, что тебе мама не покажется, короче, его, поехали. Вот такая заява у нас, допустим, имеется, мы можем её проверить. Важно правильно составить заявление, что человек говорит, он может делать. И потом по его заявлению оценить степень его эффективности в процентном соотношении. Это из разряда чистейшей практики. Практика относится к феноменам, феномены в целом наблюдаемы. И мы можем посмотреть на регулярность происхождения тех или иных феноменов. Так что, в целом, здесь... Это, во-первых, не наука, да, то, что занимается премия Гудини, это практика. И практику мы можем оценить. Ну, например, медицина, та практика, которую мы вполне можем оценить. Всё хорошо. Здесь то же самое, да. Мы можем оценить, насколько перед нами люди шарлатаны, не шарлатаны. Ну, особенно, если они там говорят, я могу найти любую женщину в багажнике машины с первого раза, например. Ну, окей, поехали. Ищи. Ну, берём. Ну, мы, конечно, пытаемся удалить все возможные способы жульничать, с одной стороны, да. Ну, а то как-то... А то как-то бы неповадно было бы, но... ...либо испытал его непосредственно на себе. Что не так с аргументом? Во-первых, его используют представители тысяч и тысяч существующих религий или концепций о сверхъестественном. И чё? Ну, тут проблема заключается в том, что они используют это чаще всего не как факт достоверности своих убеждений, они используют это как факт подтверждения своей веры. Это разное. Чел немножко путает, опять же, позицию, исходя из знаний, позицию, исходя из веры. По крайней мере, в христианстве это так. Ну, личное свидетельство учёного тоже личное свидетельство, действительно. Ну, оно потенциально проверяемо, да, оно потенциально проверяемо, но тут вопрос, а захочет ли кто-то это проверять, нужно ли кому-то это. Хватит ли на это денег, там, например, чтобы проверить независимые лаборатории, то же самое на каком-нибудь очень сложном аппарате, который хрен где достанешь. Ну, и ещё что-нибудь такое здесь можно добавить. Ну, окей, окей, окей. Ну, тут ещё важно понимать, что на то, как мы описываем те или иные факты, ещё влияет сверху теория. Теория задаёт тезаурус и определённые логические связи между явлениями. Так что, опять же, личное свидетельство учёного, который исходит из определённого набора представлений о мире. Так что учёный может заблуждаться уже за счёт того, что он использует какой-то нерелевантный тезаурус, который был просто разработан в рамках имеющейся парадигмы. Это тоже вполне возможно. Почему? Почему, вернее, предположить, что ошибаются все? Во-вторых. Стоп, 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 стоп. А чего он нам закинул очень такой здоровый тезис и даже не попытался его доказать? Не, наверное, действительно все ошибаются. Можно предположить. Наверное, было бы вполне ожидаемо, что вообще все в мире ошибаются, включая учёных. Но, да. Да нет, просто критик. На самом деле, многие религии придерживаются достаточно уникальных концепций. Просто между афрамическими религиями не такая большая разница. Но иногда в мировых религиях там что-то совпадает бывает. Наш разум подмир... В мировых смыслах вообще в мире, в мире религии иногда какие-то вещи совпадают бывают. Но религии довольно разные. ...жен огромному количеству когнитивных искажений, многие из которых хорошо изучены. Личный опыт или свидетельство не дотягивают до подтверждения концепции сверхъестественного. Правильный подход. Нам нужно больше надёжных инструментов для доказательства. Ну, просто как я уже говорил, если человек исходит из парадигмы какого-нибудь мага, для него всё сверхъестественное. Ну, чаще всего. Если человек исходит из научной парадигмы, да, из веры в сайентизм, в науку, для него просто всё является естественным. Это пресупозиция, понимаете? Это как бы аксиомы, из которых люди исходят. То есть, автор данного видео просто автоматически считает, что всё естественно, а сверхъестественное надо доказать. Только проблема будет заключаться в том, что какой-нибудь маг-волшебник, колдун, будет считать, что всё сверхъестественное. Наоборот, наличие чего-то естественного, работающего по одним и тем же законам, постоянно повторяющегося, не имеющего никакие взаимодействия, да, нифига не хаотичного, а упорядоченного, ну, это тоже вопрос такой большой. И ему это надо будет уже доказать. Просто две разные установки, на самом деле. А ещё много установок разных, помимо этого. Множество установок, которые не учитывают вот это противоречие естественного и сверхъестественного. Пятая ошибка также относится к субъективному суждению. После, значит, вследствие. Произошло. А с чего вы взяли, что люди не понимают сверхъестественное? Вопрос, Dragon Singularity. Следующий, да? То есть, огромное количество магов считают, что они понимают сверхъестественное. Вполне так себе. Более того, какие-нибудь платоники, перепатетики, они считают, что они понимают сверхъестественное. И естественное, кстати, тоже. Ну, есть просто учения, в которых есть и естественное, и сверхъестественное. Вот два события. Одно позже, другое раньше. И человек связывает их вместе, говоря, что одно спровоцировало другое. Так и сформировалась теория эволюции, кстати. То есть, мы же формально не видели, как виды друг к другу превращаются. То есть, мы просто... Я имею в виду вся совокупность видов. Да, это просто невозможно пронаблюдать. Соответственно, ну, мы видели некоторые изменения. Да, некоторые изменения некоторых видов. Большие изменения. То есть, мы, в принципе, подтвердили некоторые возможные уровни изменчивости у некоторых видов. Там у мушек каких-то, у гороха, еще там у чего-то. У веры, много разных вещей было сделано. Но при этом всем, это не значит, что мы можем просто взять и вот эту вот цепочку домино продлить в бесконечность. Ну, не в бесконечность, а несколько миллиардов лет назад. И сказать, что вот так вот оно все было устроено. И вот так вот по доминошкам, вот так вот виды складывались определенным образом. По нашей прекрасной, очень строго созданной схеме. Примеры. И так далее. Весьма больный и ошибочный интерпретарь. Есть такое, Джон Дэй. Есть такое, Джон Дэй. А что делать? Причем я замечу, что Челик вот совсем не понимает, как устроены разные религиозные традиции. Тоже важно здесь опять же отметить. Мне кажется, он не совсем понимает, что та же магия, нередко, особенно какая-нибудь современная магия. У нас много магов в гостях было, мы с ними побеседовали. Да, они представляют себе эту магию, как вообще влияние на разные вероятностные поля, соответственно. То есть, они что-то делают, они чем-то жертвуют, и потом мир им как бы назад отдает, возвращает. Таким образом, они повлияли на вероятностное поле. Они сделали действие, оказали влияние и получили результаты. Подтвердить его нельзя, он не фальсифицируемый результат, конечно, но да ладно. Но они при этом в это верят. И они считают, что весь мир так вот пронизан, получается, сверхъестественным, пронизан чудесами, соответственно. И вообще важно понимать, что научная картина мира, она начала формироваться. Да, научная картина мира начала формироваться, когда начало происходить размежевание между христианством, христианской традицией, когда чудеса, ну, достоверно были, да, собственно, чудеса. Вот Иисус творил, всё понятно, существовали. И с появлением таких философов по типу Декарта, для которых чудес не было. То есть, начали разрабатываться определённые концепции такого философского бога, который на самом деле не христианский бог уже. Да, уже появлялись такие концепции деистического бога даже, который никак не взаимодействует с миром. То есть, вообще полностью было разделено. Бог и мир вообще разные вещи. Бог создал мир, но он никогда в мире не был, в нём не присутствует. Никаким образом. Хотя это не христианская концепция, я замечу. Деизм не есть христианство. А почему бы эволюцию не считать сверхъестественной штукой? Я готов поспорить, есть люди, которые считают, что это сверхъестественная штука. Вообще без проблем, просто крестик. Много таких людей. Вообще проблема заключается в том, что сама теория эволюции, она по определению нас отсылает к естественному дискурсу. Там в самом определении эволюции будет написано, что это естественный процесс. То есть, будет нас отсылать к вот таким вот вещам, которые нас сразу дискуссионно приводят к тому, что это проестественное скорее. Я бы даже более того скажу. Если изменение происходит не с помощью естественных сил, как это описывается в рамках науки и в рамках теории эволюции, а с помощью сверхъестественных сил, то это уже не теория эволюции. Это уже не наука, это уже не научно. То есть, если виды меняются под действием сил какого-то божества, бога, злокозненного демона, магии, симуляции, хуяции, сновидения, хуения и так далее, гномиков, гравитоников, хуенников, гиперплатоников, идеи из мира Платона и всего остального. Ну, это будет означать, что, во-первых, теория эволюции не верна. Это во-первых. Во-вторых, научный подход к познанию мира тоже не верен. Почему? Почему он не верен? А потому что он, в принципе, не смог бы прийти к правильной теории. Если мир реально как-то так устроен из того, что я перечислил, значит, наука просто по своей методологии никогда бы не смогла прийти к такому его устройству. Методология здесь устроена на познание исключительно естественного, с помощью естественных методов, естественных причинных связей. Все переносится сразу в мир естественного и внутри него оно функционирует. И основная цель науки, по сути-то, и оказывается взять и составить такую общую теорию всего, как оно все работает, но при этом абсолютно на базе естественного. Без Бога, без всего остального, без всего прочего. То есть, Бог как концепция внутри науки, ну, если это будет каноническая наука, стандартная, как сейчас она наука существует, там Бога никогда больше не будет. Если, конечно, методология познания резко изменится, всякое может быть, но тогда то, что возникнет после так называемой современной науки, уже будет, ну, чем-то другим, да, качественно отличным от науки с точки зрения методологии, по крайней мере. Но это будет мощно. То есть, это допустимо, но я уже не буду считать это наукой, в прямом смысле, это будет чем-то другим. А прикиньте, вот между всеми окаменелостями, этими ДНК и прочей хуйней тоже нет взаимосвязей. Или они более сложные, чем ученые себе представляют. Кстати, опять же, нарушая бритву окома, мы просто приходим к тому, что, ну, закономерности, которые мы наблюдаем, могут быть значительно сложнее. Чем мы себе представляем. Ну, и поэтому, опять же, доказать любую теорию, включая теорию эволюции, просто невозможно. Потому что уровень сложности может быть несоизмеримо высок. Мы можем себе даже не представлять, насколько высок этот уровень. И пытаться описывать все своими простыми терминами, сводя все к простым понятиям и простейшим представлениям. Избирательный подход к фактам. Здесь же склонность к подтверждению своей точки зрения. Когда человек... Ну, в науке тоже, так скажем, есть избирательный подход к фактам. Ну, смотря, какую науку мы, конечно, берем. Есть разные дисциплины. Если мы называем науками гуманитарные и общественные дисциплины, там к разным фактам нормально относится. Если мы вообще берем всю академическую структуру, там, наверное, почти весь набор фактов разбирается. Но конкретно в естественных науках принято как бы обособляться от большего количества нашего человеческого опыта и акцентировать внимание исключительно на эмпирическом опыте. Это нормальная ситуация. Для разных дисциплин они по-разному методологически себя отделяют от других дисциплин и работают с разными темами таким образом. Я вас поздравляю, Ильяс. Я вас поздравляю, вы молодец. Молитва не нужна для того, чтобы Бог исполнял ваши просьбы. Чел, ты просто поучи уже матчасть, наконец-то. Подучил бы он матчасть, подучил бы он матчасть и было бы всё замечательно. Ну, просто важно помнить, что прежде всего молитва нужна не для того, чтобы исполнить какое-то желание типа «Бог, дай мне жену с большими сиськами! Бог, дай мне машину!» Для того, чтобы вы научились, соответственно, общаться с Богом на самом деле. Чтобы вы научились формулировать свои пожелания. От того, что Бог что-то исполнит из того, что вы желаете, вам никто не гарантирует. То есть, вы пришли молиться к Богу, и у вас есть выбор, что просить у Бога. Да, я там, не знаю, там, жену с большими сиськами. Пункт А. Автомобиль. Автомобиль. Б. Там, большую квартиру. С. Там, или, не знаю, выздоровление детей во всём мире, например. Да? Да, да, вот такой вот пункт. Вот такие вот пункты у нас, например, есть. О чём же нас молить? Да, там, не знаю, молиться за детей и бесславно, например. Вот, вот тоже неплохой вариант. Тоже хороший вариант. А что нам выбрать? Там, жену с большими сиськами. Прикольно? Не по-христиански, да? Типа, может быть, и прикольно, если бы Бог это выполнил. Да и никто и не обещает. Да и Бог посмотрит, спросит, ты чё, блядь, меня наху? Ты о чём я, сука, просишь? Ты ебанулся, что ли? Какая жена с большими сиськами, мудак, блядь? Машина, машина, квартира, тачка, всё это вот тоже. Яхта, всё это вот в ту же самую, в общем-то, луночку попадает. Тоже как-то не по-христиански, да, получается. Не то, о чём у Бога, ну, не то, о чём с Богом следует говорить. И получается, что мы просим там, я не знаю, какое-то такое вот общее благо, какое-то там, не знаю, здоровье кому-то желаем, добра, счастья, всего хорошего, всего прекрасного. Это на самом деле психическая нравственная практика, если мы так посмотрим. И Бог нигде не обязуется, что Он её исполнит, что самое главное. То есть молитва, она нужна не столько для исполнения. Ну, то есть мы не молим, ой, выздоровеем, мой сыночек, выздоровеем, да? Дело не в этом. Нет, дорогие сигулярии, молитва – это определённая конкретная практика. Медитации не являются молитвами, это разные практики. Ну и, соответственно, смотрите, подбирая просьбы, которые имеет смысл просить у Бога, вы таким образом корректируете свою нравственность внутри. Вот, вот она, психопрактика, вот механизм работает данной психопрактики, да? Для чего она нужна? Вот, она не исполняет желания. Бог не джинн. Бог – это не потёр лампу, оп, я исполню три твоих желания. И молитва – это не способ призыва джина Бога, который исполнит все ваши желания. Вот в чём дело. Люди, к сожалению, не понимают, что молитва и не должна достигать такой цели, который автор сейчас ставит. Ну, Жандаем, возможно, большинство христиан не понимают молитву, да? Но это уже их проблема, как говорится. Потому что такой-то прогноз сбылся. Ну, то есть, ну, тогда, получается, автор опровергает ту молитву, которой молятся, там, не знаю, вот школьники в первом-третьем классе, как Адам пишет. Ну, и какие-то другие дурачки, которые просто, ну, до конца ещё не прохавали тему. Это то же самое, что критиковать, например, учёных, критикуя Яна Топлеса. Это то же самое, что критиковать учёных, критикуя Трэша Смэша. Типа, ооо, Трэш Смэш сказал, что там, я не знаю, есть животные геи, а значит, там, все люди геи, там, нахуй. Ещё какая-нибудь хуйня, там, он сказал, это шутки всё, да? И ты такой, а, блядь, да, значит, все учёные говно получается. Как-то вот такой вывод выходит, да? Странный вывод, странный вывод. Или все учёные действуют по такой же схематике, это бы странно было предполагать. А вот молитва, молитва, это довольно, ну, утончённая, довольно утончённая психологическая практика, так скажем. Она работает. Почему она работает, да? Потому что она выполняет свою функцию. Какая функция менять нравственность человека? Меняет, ну, вроде бы, да. То есть, её надо оценивать не по исполнению желания, если мы хотим её оценивать, а по тому, как она меняет нравственное состояние человека изнутри. Ну, там, вообще-то, вкупе с другими практиками это тоже следует рассматривать, исповеди всякие и прочее, всё остальное, да? То есть, в христианстве много чего, что помогает менять нравственное состояние человека. Но молитва, это один из подобных методов. Справляется ли она с этой задачей? Вот какой вопрос должен быть, чтобы подтвердить эффективность молитвы. А автор этого не понимает. Что не так с аргументом? Картина рассматривает... А в том, что ты его сам придумал, как и все остальные. ...не полностью. Игнорируются случаи, в которых на молитву не дан ответ, а предсказание не сбывалось. Правильно. Бог, дай мне, пожалуйста, яхту. Бог, Бог, дай мне яхту. Бог, дай мне яхту. Пожалуйста, Бог, Бог, дай мне яхту. В этом подходе мы можем всерьез что-либо воспринимать, когда оно выходит за рамки вероятности случайного угадывания. Плюс надо заранее как можно точнее определить, какие попытки засчитывать как успешные, чтобы избежать расплывчатых интерпретаций, удобно трактуемых при любом исходе. И как сделать эксперимент честным. Показателен, опыт иллюзионистов. Как же они круто разъебывают религию, жалко, ничего в ней не понимают. Знаете, в чем парадокс заключается? В том, что большинство сторонников атеизма, далеко не все, но большинство, они имеют такие же представления о религии, как и креационисты имеют представление об эволюции. Типа, эээ, археоптерикс, блядь, ээ, нахуй, подделанные там вот эти вот окаменелости пилдаунского человека, нахуй, да? То есть, они оба друг друга достойны. То есть, обе стороны представляют, ну, представляют собой вот как бы какое-то тотальное нежелание, да, вот сконцентрируют друг в друге тотальное нежелание взаимно друг друга понимать. Вот как-то вот так вот. То есть, одни не понимают теории, там, не знаю, эволюционистов, а вот эти вот, в свою очередь, не понимают вообще, что там в религии. И начинают там какие-то опровержения, какие-то опыты. И вот это все. Ну, вообще, Джон Дой, тут еще нюансов на самом деле много. Христианство впитало огромное количество античных практик, и вообще, с какого времени мы начинаем, отчитываем начало христианства, это с первых паломников, или с первых апологетов, или уже с создания каких-то конкретных церквей. Вот что вы конкретно хотите здесь вот подчеркнуть. Потому что история развития христианства довольно, ну, она обширная на протяжении всей античности. И христианство впитало ряд античных практик в том числе. Ну, значительную часть античной культуры в себя тоже. Поэтому многие вещи, которые в античности были, если я не ошибаюсь, какие-то типы молитв там были, и какие-то типы исповедей, кстати, там тоже были, ну, соответственно, нормально тоже христианство легли, и вряд ли христианство их сильно позже привлекло. Ну, и более того, есть еще предыдущая религия, иудаизм, которая тоже повлияла на многое на христианство, соответственно. Так что здесь довольно богатый культурный опыт сосредоточения огромного количества разных вещей. Платон, отец христианства, во многом, да. Ну, не только он. То есть, какая-нибудь еврейка-мать христианства, Платон, отец, вполне возможно. ...зал участницы программы, что в повседневной жизни к ней будут поцелаться актеры, неявным образом подающие знаки со смыслом. Ее задача распознавать и фиксировать эти моменты. Никто актеров не посылал, но женщина сделала список таких ситуаций. Хорошая демонстрация того, как люди склонны ошибочно интерпретировать события и подгонять их под заготовленные ожидания. Да, как всегда, Адам. Моя ошибка. Апелляция к эмоциям. Попытка с помощью манипуляций, направленных на переживание человека, поменять его мировоззрение. И все без учета правдивости выдвигаемых тезисов. Попытка с помощью манипуляций. Побольше громких слов. А уж насколько они соответствуют реальности, дело второе. Примеры. В тех религиозных движениях, где я был... Наука работает, сучки. Самолеты летают. Твою маму ебут... А, прошу прощения. Это же не на эмоции воздействия. Считалось нормальным проповедовать на похоронах, чтобы повлиять на неверующую аудиторию. Ведь сейчас благоприятный момент. Люди испытывают тоску и задумываются над смертью. Они уязвимы для манипуляций. Или если кто-то тяжело заболел, то вот еще повод давить на тяжелое эмоциональное состояние. Красивые залы, умиротворяющие песнопения, множество людей в порыве вдохновения, возначащих единую молитву. Все для создания благоговения, атмосферы сакрального и сильных... Адам, еще раз копируешь это безграмотно составленное предложение, я тебя реально забаню, хватит. Религиозных чувств. Хотя сами по себе чувства еще не являются подтверждением, какой-либо религиозной концепции. Посмотрите на большую часть религий и концепции сверхъестественного, и вы увидите, что они состоят из целого вороха схожих логических ошибок и когнитивных искажений. Ладно бы он еще нормально разобрал эти ошибки. Они там, скорее всего, есть. Особенно у конкретных теологов каких-нибудь. По-любому есть какие-нибудь ошибки, которые можно было бы нормально разбирать. Но вместо этого автор данного видео предлагает нам очень предвзятое... Я не помню, Адам. Вместо этого нам как раз... Вот и ворох под логической ошибки пугало нам сейчас вытащили. Просто пугало. Что значит пугало? Пугало это равно подтасовка позиции оппонентов. Вот она, вот она перед вами. Она так и выглядит в среднем. Все видео 7 логических ошибок верующих является одной большой логической, неформальной, неформальной, но логической ошибкой. Как-то так. Подпитываемых невежественной средой и специфическими чудесами, характерными только для той или другой мистической субкультуры. Но при этом у многих... Джон Дой, я считаю наоборот, что как бы с прогресса технологии начался прогресс науки. То есть люди указывают... Ну вообще, во-первых, могло быть совпадение, почему бы и нет, во-первых. Во-вторых, нет, не вполне совпадение, просто в определенной культуре начали появляться, собственно, технические наработки, которых не было до этого. Если мы начинаем науку, ну, например, с Галилея, а её имеет смысл начинать скорее с Галилея, чем раньше, потому что до этого... Ну даже у Коперника не то, чтобы там научный метод какой-то имелся конкретно. Вот у Галилея уже что-то похожее на научный метод имеется. Да, вот до Галилея было сделано большое количество технических открытий, включая телескоп, который был сделан не самим Галилеем, замечу. Ну и, соответственно, я здесь скорее вижу обратную ситуацию. То есть не наука порождает технику, а техника порождает науку. Ну, не порождает, ну, вы поняли. То есть наука таковая, как объяснительная, как набор объяснительных моделей и методологии для этих составлений, этих объяснительных моделей, она паразитирует просто на практике. И так получилось, что именно европейская культура одна из первых начала в этой практике преуспевать очень сильно. Ну, конечно, до этого преуспевали и арабы, китайский мир преуспевал, и китайский преуспевал. Ну, европейцы в итоге всех обогнали. Это еще до возникновения науки. И потом, после возникновения науки, да, ну, прогресс просто продолжился, на самом деле. Ну, и наука справлялась с описанием той практики, которая имелась. Просто, на мой взгляд, на роль тех же самых способов описания, вот тех же самых практических достижений, можно было использовать огромное количество разных систем и методов, не только научных. Но это уже, как бы, другой вопрос, кому это нужно, кому это надо. Но наука здесь, она мне видится и, ну, играет несколько более вторичную роль, чем обычно представляется. У меня, правда, даже книжка небольшая есть. Так, например, каких открытий, теорий каких можно, друзья, если что, можете дополнительно ключевые слова указывать, например, каких теорий. Например, любых философских теорий. Ну, например, я не знаю, вы смотрите в микроскоп и видите в микроскопе, например, я не знаю, не клетки, как это видят ученые, а, например, каких-нибудь духов и призраков. Понимаете, в чем дело? Не важно, что вы видите в этом микроскопе, это просто феномен. Это просто феномен того, что вы видите там через определенную трубку со стеклами и так далее так далее так далее не важно как вы это называете как вы это трактуете важно что вы с этим можете каким-то образом взаимодействовать с помощью других феноменов вам важно просто выработать определенную последовательность этих действий ну например мы видим у нас мою кровь выкачиваем в крови там что то есть помимо эритроцитов и прочих вещей которые там должны быть о вот против этой шину штуки да понял против этой штуки допустим у нас работает вот такое вот вещество да вот мы взяли намешали тоже какие-то магические там наши ритуальные вещи порошок какой-нибудь бахнули вот фарма и сделали вот такую например сделали такую фарму магическим образом да ну и соответственно практика осталась абсолютно та же объяснение другое картина мира другая сделали то же самое картина мира полностью другая может быть и таких объяснительных моделей может быть на мой взгляд просто неограниченное количество и многие из них и многие из тех моделей которые уже сейчас существуют могли бы занять место науки на мой взгляд да но не занимает то что наукам монополь монополист ну в том числе как салхимии на самом деле да в том числе как салхими просто наука на данный момент монополисты она ушла далеко вперед с точки зрения объяснения тех феноменов которые имеются вот в определенных областях и в этом плане ее просто никто догнать не может и никому не позволит ее догнать как на в общем-то уровне финансирования не позволят догнать так и на уровне общественном но просто будут как-то типа говорит и хули хули туда лезешь вообще чуть а там надо мы не будем платить деньги за мега супер охуенный телескоп именно для тебя шиз шизмак там например да или что эти вот такое то есть любой современный исследователь для того любой современный исследователь не ученый там философ кто-нибудь еще там алхимик не алхимик он должен просто чуть ли не с нуля начать свою работу с нуля набирать финансирование да практически с нуля очень много чего делать и скорее всего он просто выберет путь куда большего сопротивления джон дэй ну мне такой подход не нравится я здесь за плюрализм просто выступаю позиции ученые хотя бы никого не сжигают но они делают больно иначе я это тоже разбирал да то есть ученые делают больно иначе да они не убивают но они ну как бы понижают социальный статус своих оппонентов что тоже чаще всего бывает неприятно для оппонентов соответственно почему философы но почему вы смотрите да почему у вас у всех ассоциация с учеными с философами точнее такая что у философ это там бедный дурака каких-то там там не знаю высших материях чаще всего рассуждает какую-то хуйню там и себе мыслит такой образ среднем сформировался не столько самими на учеными но виду этой методологии то есть у нас есть как сравнение великие ученые а с другой стороны типа философы которые хуйня какой-то рассуждают не у всех такое представление но у большинства по крайней мере вот этот облик убогого бесполезного пиздобола вот да вот он формируется благодаря научному дискурсу практики потому что нет же у философов а как вам насчет того что я не знаю какой-нибудь как его там звали короче ладно подавляющее большинство философов до возникновения науки занимались практикой ну ладно не подавляющее бы что многие философы до возникновения наукой и делали определенные практические открытия например тот же бен сина величайший медик арабского мира ну или например сейчас я назову его имя я забыл николай но не коперник сейчас тоже на к вроде бы николай к философ кузанский николай кузанский да один из изобретателей соответственно линзы то есть человек буквально над разработкой линз работал был философом очень странным кстати философом нет если мы конечно сильно выебнемся исправим определение науки на какое-то другое его мы можем назвать в каком-то смысле ученым да но это тоже на мой взгляд неправильная манипуляция он не был учетом как и большинство людей которые работали над практикой до возникновения научного метода ладно поставить или будет нарциссическая убежденность что именно его взгляды истины надо их принять иначе вам же хуже в этой жизни или после нее подписывайтесь на канал и паблик контакте аминь